...поставляю командных кабинетов. В работе с Катоном мы сделали сервис Штонаро. Сервис Штонаро позволяет упростить проблему вывода объекта недвижимости на торги. В городе есть несколько тысяч помещений, которые ждут своих предпринимателей. И для того, чтобы вы комментируете на торги, нужно ответить на три вопроса. Нужно выбрать формат вывода объекта от аренды или продажи. Нужно понять, какой тип или профиль наиболее всего подходит к данному помещению. И, конечно же, стоит определить ставку объекта так, чтобы и предприниматель был рад и быстро приобрел, и город получил все необходимые деньги. Для этого мы предлагаем сервис Штонаро. Он представляет из себя инструмент для поддержки и принятия решений в формате вывода на аренду. Он доступен в виде бэк-интерфейсе, где сотрудники департамента могут получить доступ ко всем объектам, которые планируют к приватизации, и про каждую из них узнать три рекомендации и набор информации о контексте окружающего это место. Алгоритмы рекомендации работают следующим шагом. Сначала мы определяем предположительный профиль данного места. Мы делаем это как по свойствам данного места, применяя ограничения, которые запрещают определенные профили, так и на основе, что более важно, окружение этого места. Мы смотрим, какие там паттерны активности мобильных данных, какие там паттерны активности потребления транзакций, и также какие другие бизнесы есть. И на основе данных со всего города мы обучаем модель, которая смотрит коллокации, и рядом с какими бизнесами нужно раскрывать какие другие бизнесы. Определив профиль, мы смотрим на основе исторических данных и торгов, какой профиль вы предпочитали обычно, какой тип вывода объекта – аренда или продажа. И, определившись этим, мы определяем цену на основе предыдущих торгов и на основе схватки вокруг их аналогичных местах в городе, подходящих вот этот профиль в бизнес. Таким образом, эта система предоставляет поддержку при принятии решений. Но также мы считаем важно получать обратную связь от предпринимателей. Для этого мы сделаем отличие от бота, который позволяет предпринимателю, идя по улице, отправить локацию и сообщить, я бы хотел открыть здесь кафе, и мне нужно помещение для аренда. Мы будем собирать информацию это со всего города, и таким образом, ДО обучает нашу модель для предпринимания того, что же на самом деле нужно в рынку. Таким образом, эффект будет соответствием форматам вывода торгов в нужных местах ожидания рынка. Ускорится время вывода объектом торги, и, что более важно, увеличится разнообразие бизнеса в городе. И такие простые граждане, как мы с вами, сможем есть булочки там, где их не хватало, и ходить к земному в нашем районе. А город будет получать дополнительные налоги от увеличенной вылочки малого бизнеса. И мы, как кабинет, рады сотрудничать с департаментом. И с нашей стороны, для сегментации и каталога, мы предоставим этот веб-интерфейс, аналитические слои и данные открытые, и партнеры для обучения модели. А со стороны департамента мы будем ожидать экспертизу в области проведения коммерческой недвижимости на торги, и детальную информацию об объектах, которые нам учитывают. Мы могли обновлять нашу модель. Развитие на ближайшие полтора года мы могли бы видеть так, что мы хотели бы к началу года вывести и предоставить сервис к сотрудникам, продолжать обучать модели на наших и на данных департамента, и совместно спланировать план приватизации на 2020 год. И потом, в решительном рынке всех нас, оценить качество предсказаний и поддержки данной модели. И будем надеяться, что количество пустующих помещений в нашем городе уменьшится. Наша команда – это часть компании кандидатов. Вот набор клиентов, с которыми мы работали, и они видели наши улыбки в отличие от вот этих фотографий. И у нас есть опыт работы с ОФД и предсказаний бизнесом, где им открывать свои заведения. Спасибо всем. Вот нужен нашим продуктам. Надеемся, что мы сделаем все в решении ролика заполненных нацепляющими бизнесами. Спасибо. Спасибо. Здравствуйте на ваши вопросы. Скажите, пожалуйста, что-то так и не услышал. Как все-таки ваша система принимает решения? То есть аренда, продажа и, соответственно, использование? Да. Ну смотрите, во-первых, мы считаем, что не совсем… Ну, сложно ожидать, что система будет автоматически принимать эти решения, и мы считаем каждым шагом начального – это оснабжение управлять этим индикатором. Как именно мы каждый из них будем рассчитывать? Против места. Мы считаем, что, естественно, важно учитывать концентрацию людей в данном… То есть мы разбиваем из города на некие ячейки условно 200 на 200 метров, и оцениваем следующие показатели. Мы смотрим паттерны активности в рамках дня. Многих там людей утром или вечером, у нас есть доступ к данным мобильным операторам. И какой состав населения, которое там действительно находится, а не просто проживает в соответствии с пересказами. Второй фактор – мы считаем, что бизнесы не существуют сами по семье, они существуют в некой агломерации других предприятий. И об этом мы можем умучиться на основе множества совместных расположений и бизнесов в городе, что булочная хорошо располагается с университетом, и также у нее высокий наход на основе замечательного метрасета ОФД, который, благодаря нашему строительству, собирает информацию о том, что и где тратится в агрегированном виде. Мы знаем, сколько потрачено на колбасу на этой ящейке, и сколько потрачено на горфе. Мы можем делать вывод о том, что хорошо с чем продается. Определив профиль, мы смотрим на историю, на историю в трех разрезах. Мы смотрим на то, если бы хотелось, чтобы здесь было кафе, мы смотрим... А у вас, судя по скрешоту, все-таки система определяет сдача в аренду, написан склад. А как она это определяет? Ну, конечно. Мы считаем вектор вероятностей для каждого. Она знает чего? Какие объекты используются? Ведь тут нет какого-то на многих местах безумного обучения. Просто условно есть регуляция, которая смотрит... У нас есть эти ящейки вместе на 200 метров. Я сейчас расскажу, куда часть ее. И мы смотрим, какие соотношения между разными типами бизнесов, между находами разных типов продуктовых категорий. И мы видим, что в этой ящейке не хватает такого-то количества, что должно быть в среднем городе столько кафе, потому что есть такие параметры... Но на самом деле их всего пять. Должно быть семь. Предположительно, здесь есть место, где еще двух кафе. Это часть этого понимания. Также есть некое устойчивое сочетание в городе, что если есть кафе и это, то с вероятностью 80% появляется третья категория. И здесь место. Их подкрепляем, это отрасывая места, где сильно низкий оборот вокруг, немалое количество людей. Естественно, всякие ограничивает, что нельзя открыть вот это, нельзя открыть вот это в соответствии с АМПИМом и каким-то свойственным помещением. То есть кафе не открылешь на восьмом этаже, и без минимумного места ты должен сделать кафе. А как все-таки ограничения подробно учитываются? Ну, допустим, есть у нас объект на карте, а как ваша система эти ограничения учитывает? Конечно, модель эгрессии хорошая, но такая именно модель эгрессии используется. Как она учитывает весь набор вот этих вот семантических данных? Как она их обрабатывает? Ну, ограничения учитываются просто до модели, что мы просто пытаемся, ну, отбрасываем все те юзеры. Я не вижу для учитывания ограничений каких-то сложных моделей. Просто есть наборы правил, которые мы совместно в рамках полугода с вами реализуем, в соответствии с которыми что-то нельзя делать там, где... То есть именно отбрасывать, мне кажется, несложно. По факту вы используете какое-то там дерево решений, да? Да, да. И потом мы используем дерево решений или эгрессии, связывающие показатели разных бизнесов. А есть какие-то веса там у ветвого дерева? Веса? Да, именно веса есть у разных бизнесов. То есть наличие какого-то бизнеса имеет какой-то вклад в то... То есть кафе зависит настолько бы от количества университетов и настолько-то от количества библиотек. Мы умножаем вектор весов на вектор существующих количеств и получаем вероятность, как сделано на каждом бизнесе, и получаем вероятность каждого бизнеса. А откуда брали дамы об ограничениях? Ну, ограничения... Академия Академия Академия